В вечернее, ночное и утреннее время с 22 до 10 утра, когда на улицах становится значительно прохладнее, тяжеловесы смогут спокойно передвигаться по дорогам. Мера по ограничению движения в жару, пишут журналисты Бийского рабочего, распространяется на все федеральные дороги страны и должна помочь уберечь их от разрушения. Фрубцовский, главный бухгалтер Индустриального института, пользуясь своим служебным положением, похитила 4 миллиона рублей. Как сообщают корреспонденты московского комсомольца на Алтае, она перечисляла на свою банковскую карту бюджетные средства ВУЗа. В отношении главбуха заведено уголовное дело. Теперь женщине может грозить до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей. Кроме того, прокурор города в судебном порядке потребовал возмещения причиненного ВУЗа ущерба. А теперь приятная новость. В эфире одного из федеральных каналов скоро выйдет сюжет о Барнаульском зоопарке. Съемочная группа там уже побывала и узнала, как живется диким животным в месте, который начинался с птичьего двора. Директор зоопарка Сергей Писарев рассказал также, как в нашем суровом климате можно содержать лам, кенгуру и пеликанов. Когда будет телеэфир, пока неизвестно. Татьяна Голубева, Наши новости. Татьяна Голубева, Наши новости.